Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но и не последний, московский видеоблогер. И вы находитесь на канале Московский Обжора. И сегодня уже на улице, ребятушки, вы не поверите, да-да, не удивляйтесь, 11 февраля 2018 год. Сегодня понедельник, день тяжелый, а у меня наоборот, очень хороший праздничный светлый день. А знаете почему? Да потому что, ребята, сегодня целый день, с самого утра, светит яркое солнышко. И на улице совсем, в принципе, не холодно. Ну да-да, есть местами, конечно, ветерок и такой легкий морозец, где-то минус 5 градусов. Но вечером, наверное, будет, это самое, хватней, конечно, значительней. Но сейчас такая погода хорошая, светит солнышко, а я нахожусь, вы посмотрите, ребята, в овраге, в лесу. Здесь вообще так хорошо, снега по колено. Я еле дошел до этого места моего, до местечка моего укромного. Вот я только что, ребята, отряхнул свои ножки. Ну вот, хорошая погода. Ну да, ветерок есть, конечно. Когда вот на одном месте стоишь, начинают это, руки немножко мерзнуть. И это самые ноги, конечно. А так, в принципе, солнце. И что самое главное, ребята, сегодня нету снега, метели. А это говорит о том, что мы сегодня с вами немножечко хотя бы поснимаем видеоблог. Или влог, как правильно, кому как больше нравится. Так что вот такие вот дела, посмотрите, ребята, вот здесь как красиво и хорошо. А сегодня я буду делать для вас, мои хорошие, обжор. Да-да, не удивляйтесь, на улице, в лесу будет сейчас для вас обжор. А знаете, что я сегодня буду жрать-то хоть, мои хорошие? Да вот что, сейчас я вам покажу, мои хорошие. У меня рука мерзнет. Вот видите, я к своей камере подключил этот самый пауэрбанк. Очень мощный, кстати, ребятушки, очень мощный. Я его покупал на автозаводской в магазине Player.ru. Это не реклама, это просто мой правильный выбор. Это пауэрбанк, это самое, хипер, или как его правильно назвать-то хоть. А 12500 здесь, короче, это самое, очень мощный. 12500 мАч. Вообще на морозе работает как бомба. Всем советую. Это не реклама, это просто мой правильный выбор как бы. Ой, как бы не грохнуться, ребята. Руки, конечно, мерзнут все-таки. Руки, конечно, мерзнут. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот моя сумка лежит для ноутбука. Видите, я ее положил на сугроб. Потому что, на самом деле, здесь повесить даже не на что, ребята. И вот стоит самое главное. Московский картофель. Ребятушки, посмотрите. Московский картофель. Московская картошечка, которая изготовляется, выпускается. А с 1963 года. Отборный картофель. И, что очень радует, без ГМО. Со вкусом пицца. Пицца. И вы не поверите, мои хорошие, знаете, где я ее покупал хоть? А в магазине пятерочка, которая выручает. И вот я одну пачку с Ленкой съел. И нам она очень и очень понравилась. И вот сейчас я для вас вторую пачку специально. Несколько дней. У меня слюнки текли. Я всю ее и хотел съесть. Но думаю, нет. Все-таки для ребят надо будет мне приехать в лес и снять обжор. Я же вас всех уважаю, мои хорошие. Поэтому давайте мы сейчас ее откроем. На улице очень холодно. Сейчас я камеру поставлю на паузу, ребятушки. Очень холодно. В принципе, конечно, на одном месте, когда стоишь. Нет, так-то не холодно. Когда на одном месте стоишь, конечно, холодно. Вот, ребятушки, посмотрите, пожалуйста, что я вас не обманываю. Я вот только что для вас открыл целую пачку этого замечательного московского картофеля. Со вкусом пицца. Вот, видите, как много. Не знаю, видно вам, не видно. Вот здесь солнышко. Хочу вам показать. Что-то как-то темно здесь. Вот. Сейчас я буду его дегустировать на камеру. А вы можете сесть поудобнее и наблюдать за моим процессом. Так что всем приятного аппетита. Вам-то хорошо. Вы там у себя в тепле находитесь. Около печки, небось. А я здесь ради вас на морозе стою. Мерзну. Все равно, ребятушки, как бы не было бы тепло или холодно, мороз есть мороз. Это самая зима есть зима. Все равно руки мерзнут. Давайте попробуем, продегустируем картошечку. Даже не знаю, так неудобно промеж ног, чтобы ее зажать. Ну, видите, руки заняты. У меня в одной руке. Это самое. Монопод. Селфи-палка. Ой, вкусно? Сегодня я буду картошку для вас жрать на камеру без пива. Очень вкусно, ребята. Со вкусом пиццы. Очень вкусная. Да, на одном месяце стоишь, когда холодно. Хорошая погода все равно. Все-таки не май месяц, а февраль. Знаете, чем мне эта картошка нравится очень? Она такая, как вам сказать, очень ароматная. Вот наподобие, как вот и раньше, не знаю. Знаете, вы пробовали, может, или не пробовали. Была такая картошка одно время, московская. Сейчас не знаю, есть она или нет. Вроде куда-то пропала. Пикантная называлась. Или с паприкой. Да, что-то похожее. Вкусная новинка пицца. Для вас это, может, уже не новинка. Может быть, вы ее где-нибудь уже видели, покупали, пробовали. А я вот для себя открыл совсем недавно эту картошку. В пятерочке увидел и купил по акции. Сколько стоит, точно не помню. По-моему, рублей 26, что ли, за пакет. Сейчас скажу, сколько здесь грамм. 60 грамм. Свежая, 9 января, сделали, 18-го года. Проголодался, хочешь перекусить? А, нет, проголодался, вопрос. Хочешь перекусить, вопрос. Тогда наши чипсы для тебя. Подари себе удовольствие. Только из российского картофеля, яркие, насыщенные вкусы и без ГМО. Что очень и очень радует. Конечно, лучше сидеть и эту картошку употреблять дома, в тепле, у телевизора или за компьютером. И пить тепленькое такое. Ой, вернее, нет. Прохладненькое пивко. Но не на улице, конечно. Ну, что ради вас не сделаешь. Вы лишний раз только обосрете меня. Да, все равно ветер, откуда ты взялся. Вот как ветер появится, сразу холодно становится. Ой, рука все-таки мерзнет. А так вообще все-таки вкусная вещь. Я, ребята, не буду ничего вырезать, эти всякие помехи там в видео. Не буду ничего делать, не монтировать, ничего. Не хочу. Времени у меня на это нет. Вы все равно лишний раз обосрете. Для вас как ни старайся, вам все равно не угодишь. Вам всегда все плохо. Вы от черной зависти сами себя разрушаете. В последнее время что-то у меня на канале очень много неадекватных людей развелось, которые мне пишут всякие гадости в комментариях, оскорбления, проклятия, желают смерти. Это же надо же такими быть. Это ужас. Не понимают о том, что это все им вернется потом, рано или поздно. Ведь за каждое слово придется отвечать. Да, вкусно. Такая нежная, да, отборная. Солененькая. Вкусно. Да, ножки мерзут мои. Все-таки не май месяц, а февраль. Уже почти середина февраля. Да, середина. Середина февраля уже. Скоро 23 февраля, День защитников Отечества. Состав, в принципе, хороший. Картофель, масло растительное, ароматизатор, лактоза, соль, сахар, листья петрушки. Вот, петрушка здесь чувствуется, да, сильно. Усилитель вкуса и аромата глутамат натрия. Не пугайтесь, он везде его кладут. Даже и в лейс, в чипсы, ну во все чипсы. Один замещенный. Пятый какой-то гунилат натрия. Второй замещенный. Пятый инозенат натрия. Фиг выговоришь. Второй замещенный. Регулятор кислотности кислота лимона. Антислеживающий агент. Диоксид кремния. Аморфный краситель натуральный. Экстракт паприки. Эмульгатор ортофосфат натрия. Второй замещенный. Экстракт паприки. Эмульгатор ортофосфат натрия. Второй замещенный. Антиокислитель альфа-токоферрол. Нифига себе. Длинный состав. Стабилизатор. Эфир. Эфир крахмала какой-то. И натриевые соли. О, где не лентарный кислоты. Нифига себе. Так какие-то новые, я для себя открыл, компоненты в составе. А вкус и ароматические вещества и препараты. Может содержать незначительное количество глютена, рыбных продуктов. Глютен это в пшенице содержится. У меня, ребята, уже эти сопли текут. Так. Сой и горчицы. Ну, соя она полезная. Хотя одни ученые говорят полезно, а другие говорят вроде как не полезно. Не знаешь, кого слушать. Один говорит так, другой так. У всех расходятся мнения. Всем не угодишь и всем мило не будешь. Да, ручонки мои мерзнут, конечно. Одной рукой снимать, второй держать камеру. Ну, как так можно? Вставались нету. Все приходится делать на карачках. Для вас. А вы только оскорбляйте. От зависти. Сколько у нас там время-то осталось? Господи. Еще есть немножко времени. Минутки три-две. Так что не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить мне пальчики кверху. То есть лайки. Не забывайте также ставить пальчики книзу. То есть дизы, дизлайки. Если вам, конечно, от этого легче на душе. Вы, наверное, только мне поставите дизы. И вам сразу легче, легче становится на душе. Руслану Гительману я передаю воздушный привет от московского обжора. Привет, Руслан Гительман. Так держать ты молодец. Никого не слушай, не вешай нос. На хейтеров забей железный болт. Ты лучший, знай, ты лучший. Молодец. Продолжай снимать в том же духе. И в том же темпе. Я тоже знаю, Руслан Гительман, что у тебя очень много хейтеров, как и у меня, развелось. Тебе тоже пишут. Мат, оскорбление, это, конечно, плохо, нехорошо. Нельзя так делать. Если не нравишься ты там кому-то, или я там кому-то, просто не надо нас смотреть. Все. Нет, они пишут маты, оскорбления. Я знаю, ты тоже стал закрывать эти комментарии. Уже достали они своими этими оскорблениями. Неадекватных людей очень много. Завистливых. Мне вот, если кто-то не нравится, я просто смотреть не буду, и все, того человека. Кстати, пока не забыл, ставлю пятерку этой картошки с плюсом. Очень вкусно. Пятерочку ставлю. Ну а... Ну а... объедение ням-ням ребята не забывайте подписываться на мой канал не забывайте посмотрите как хорошо есть овраг такой глубокий снега по колено какой по колено по пупок а на улице все-таки холодно да все-таки холодно ничего выкрутить прорвемся а я снимал и буду снимать в том же духе но съем осталось 1 столовая ложка это я потом даем все пока ребята пока я замерзла как собака